Громовержец, пусти в колесницу, Ветрами пришпорь лошадей. Давно я мечтала вот так прокатиться, Наполниться силой твоей. Пусть молнии режут полотнище неба, Пусть гром прогрохочет грозя. Чуть-чуть надышаться, наполниться мне бы, Глотнуть бы того, что нельзя. Проплачутся рощи и станут светлее, Умоются ливнем леса. Меня через год позови, Я умею дождей различать голоса. Сейчас у нас время скорпионское, если обращать внимание на гороскопы. Есть у нас в зале скорпиона? Есть? Как раз на книжках скорпиона слышу оттуда. В общем, всем скорпионам посвящается Стихотворение о скорпионах. Скорпион — знак любви и смерти, Жажда жизни, эмоций, власть правятыми. Вы уж мне поверьте, я сама под ним родилась. Я за звездами не шпионю, Гороскопом гимн не пою, Но судьбу свою скорпионию Охраняю, как флаг в бою. На предательскую измену Не откликнется вновь душа. Все на свете имеет цену, Жизнь контрастами хороша. А к себе отношусь особо, Самоедство — моя стезя. Каждый жест, свой взгляд и слово Примеряю пристрастно я. Не терплю я ни лесть, ни жалость, И сгораю до тла любя. Иногда очень больно жалю, Только чаще саму себя. Привыкаю, люблю, теряю, Что же делать, такого закон, Но из пепла стою, Не зря я по созвестию скорпион. Это скорпионы, наверное. Я тогда еще, наверное, одну найду. У меня где-то есть еще одно скорпионское, ну такое. Шуточное. Мне даже не знаю, где я. Это вот как любят скорпионы, Говорят очень любые, а не знаю. Ну вот по скорпионе называется она. Я не много и не мало Для себя тебя искала, Убегала, догоняла, Не показывала, жала. Не давала я пощечин, Было трудно, между прочим. Пусть зануда ты и плакса, Доведу тебя до ЗАГСа. Вот до свадьбы ночи осталось, Мне б стерпеть такую малость. Видит небо, я старалась, Только я б сильнее, чем жалость. Сладко острие вонзалась, Извини, но не сдержалась. Ну вот так как меня представили здесь как поэтописенника в начале, я хотела бы сказать, что это две очень большие и равноправные, наверное, части моей жизни, потому что стихи это отдельно, Песня это отдельно, вот. Стихи это, вот, это бессонные ночи, это эмоции, это такая энергия, которая вот, это книги, которые выпускаются, берутся кредиты и выпускаются за свой счет, и потом ездят поэт с этими книгами и в больницы, и в школы, и в библиотеки, и в библиотеки это вообще самая любимая моя аудитория, вот, и по разным городам. Ну, в общем, книги это жизнь реальная, она мало приносит материальных благ, но это вот духовная составляющая в основном. Песни, конечно, это немножко другая история, там, это как работа, но работа тоже любимая, и там свои законы песенные, вот. Но иногда появляются такие песни, которые написаны по зову души, по зову сердца, не по заказу, а вот, потому что именно хотелось так написать. Вот, я бы очень хотела, чтобы вы отключили телефоны, потому что потом они все останутся на видеозаписи, и вам, может быть, придется это слышать и потом вспоминать об этом. Одна из таких песен, это песня «Воздух», которая была написана мной для Светланы Сургановой. Спасибо большое. Вот, песня о преодолении трудностей, о том, когда ты уже не знаешь, за что тебе, на что опереться, да, как говорится, топающий держится за соломинку, но когда даже соломинки нету, остается держаться только за воздух. Ну, и, конечно же, о любви, потому что без любви вообще все теряет смысл. Мы сегодня услышим фрагмент этой песни, еще будет видеоролик один в конце. За что держусь за воздух? Ты знаешь, это просто. Пойдем, я научу тебя летать. За что держусь за воздух? Искать опору поздно. Однажды я сумела птицей стать. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить. Преодолев потери, еще сильнее сделать крыльев взмах. Воздух взглядов и слов твоих. Воздух музыка для двоих. Воздух небо к себе зовет. Не прерывай полет. Не прерывай полет. Не прерывай полет. За что держусь за воздух? Ответы на вопросы, заложенные в умении дышать. За что держусь за воздух? Любовь свевает гнезда лишь там, где поселяется душа. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить. Преодолев потери, еще сильнее сделать крыльев взмах. У нас будут какие-то... Может быть вы немножко устали от стихов, да? Нет? Не устали еще? У нас есть ведущие программы, да? Я не знаю, может какие-то есть музыкальные номера или еще что-то. В общем, вы меня останавливаете, потому что я могу читать, знаете... До Нового года, может быть, точно. Талант Ольги Леон многогранен. Народная песня «Зачем солнце рано пало?» Предлагаю пропевать. Зачем солнце рано пало? Зачем солнце рано пало? Зачем солнце рано пало? Сердце чувствует обман. Уезжал дружу, прощались. В речку капала слеза. Мы не знали, что, прощаясь, Расстаемся навсегда. Солнце встанет, снег растает, Травой горе порастет. Никто травушку не скосит, Муравую не сожмет. Зачем солнце рано пало? На дворе густой туман. И еще одна песня шумочная. Можно даже сказать, что это реверанс В сторону нашей гости. Ой, как на речке, Стало быть, на фонтанке, Стоял извозчик, Стало быть, молодой. А он был в розовой, Стало быть, рубашке. И, и вся тюлявых Стало быть в штанах. А вдруг и зло, и зло щечку взгрустнулось, Залился он горькой слезой. А слеза была, Стало быть, горюча, И, и упала прямо на портки. А с порток слеза, Стало быть, скатилась, И, и упала в вальный сапог. Через поднёт, Ух, она просочилась, И, и упала прямо на песок. На песке слеза, Стало быть, лежала, Ох, пока дворник, Стало быть, и не подмёл. А невеста, Простите, у него в деревне, Ох, а зовут его, Стало быть, я рёма. Спасибо большое. Замечательное, это жанр городского романса, Как раз петербургский. Спасибо. Спасибо большое. Был такой шуточный, факёрный жанр городской романсы. Там всё время были такие переходы, Там 32 столовых ножа в грудь воткнули, Ещё что-то. Ну, в общем, такая гипербола. Я перейду к части, которые словно называются у меня о творчестве и о поэзии, потому что в каждой книге обязательно есть стихи, которые посвящаются таким творческим мукам, скажем, в хорошем смысле этого слова. Никому не рассказывай, как появляются сны и откуда возникает внезапное чудо, чтоб в твоих поселиться стихах. Никому не рассказывай, что не дает ощущения покоя, рвет по воде, хрипит под рукою необъезженное волшебство. Никому не рассказывай, где та страна, что зовут вдохновением, сколько нужно проплыть по течению, отдаваясь прозрачной воде. Ведь нельзя объяснить, почему, как нельзя поделиться удачей. Я сегодня, смущаясь и плача, новорожденный стих обниму. Вновь круговертие, люди, слова и ноты, листья в кружении, снов, залихватский вальс. Новая осень пишет в моем блокноте. Я ненадолго снова покину вас, буду молчать в ночи и дыхание слушать. Прерванный пульс ловить у коротких строк. Осень, как старый врач, лечит даже душу. Все в этой жизни в свой наступает срок. Быть поэтом — это значит тоже, если правды жизни не нарушить, Рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Рождается слово, прими его, вечность, храни его, русская речь. Прощая поэту хандру и беспечность, народ станет слово беречь. А может быть, автор его замурует навек в казематах стола? А может быть, выберет долю другую, сожжет без остатка дотла? Давайте не будем судить о галтелых, давайте с плеча не рубить, Пусть стих прозвучит. Это время не дело, принять его или убить. Кто знает, кого прочитают потомки? Дай Бог еще будут читать. Пусть стих прозвучит. Он сегодня не громкий, а может пророчеством стать. Его прочитают на книжных развалах и песенной строчкой споют. Хороших поэтов, быть может, немало. Немногих на слух узнают. Если можешь проникать сквозь полотно В то пространство, где есть звук и ритм и свет, Значит, зрение духовное дано, Значит, для тебя преграды нет. Обмокнет художник руки в небеса, Подберет в пыли травинки, изумруты. Просто надо очень верить в чудеса, И тогда картины оживут. Паутина вся в рассинках круглых нот, Птичий хор с утра откликнется в листве. Вы поверьте, композитор так живет, С вечной оконтатой в голове, А поэты по ночам почти не спят. Ведь у них болит тревожная душа, Чтоб услышал тот, кто был за нас распят, Чтобы было людям, чем дышать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пропасть или подняться до небес Обширно у художника палитра. Любовь и ревность, ненависть и страх, Лист, падающий из дуба или пюпитра, Все обретает жизнь в его руках, Эмоции коля перемешан густо. И нужно ли пытаться объяснять, Бывает, что в его карманах пусто, Но может целый мир нарисовать. Следующее стихотворение называется «Дворик детства», И у каждого из нас есть такой дворик детства, Независимо от того, в каком городе это дворик. В этом старом дворе Каждый куст мне знаком. До сих пор помню я, Как скрипели качели И неслась детвора по траве кулырком, А еще небеса нам навстречу летели. Так же крошит батон На прокорм голубям Три бабули-подружки, А лица другие. Позабыть не забуду, Отдать не отдам, Этих писем из детства Конверты тугие. В середине двора мы играли в футбол, Старый двор наполнялся То свистом, то голом. Помню, как я забила Шикарнейший гол. А вратарь наш погибнет потом Под кабулом. Все пытаюсь утратить себя наутек, Ну а детство за мной. Я пока отгоняю. Так в припрыжку бежит, Поправляя носок с фиолетовым бантом, Девчонка смешная. А из форточки крик слышу «Оля, домой!» И привычные глаза поднимаю на окна. Вот невзрачный очкарик, Небритый, хромой, Раскрывая свой зон, Говорит, не промокни. Пригляжусь, замерев, Не узнаю сперва, Сколько ж лет пронеслось, И не вспомню я, сколько. Он у школы на клумбе Ромашки мне рвал, А теперь весь седой Одноклассник мой, Колька. В разговорах трамвай Ожидаем вдвоем. Мы поедем туда, Где искрящийся Дневский. Ветер треплет зонты В перекличку с дождем. Двору лежится спать, Опустив занавески. Следующее стихотворение Памяти матери. К сожалению, моя мама уже ушла Из жизни. И я думаю, что у всех, Кто потерял близких людей, Может быть, Созвучные эмоции С этим стихотворением в душе Проснуться тоже. Я ушла, А никто не заметил. Я ушла навсегда, Насовсем. Мир, что был так пронзительно светел, Осыпается пеплом с колен. Вот и все. Ни конца и ни края. Облака все плывут и плывут. Дочь, не верь никому. Я живая. Просто нет здесь часов и минут. Все слилось в бесконечном движении, Где мгновение в вечность длиной. Не увидишь мое отражение, Я всегда у тебя за спиной. Я ушла, А никто не заметил. Я ушла, Неужели Совсем Этот мир, Что пронзительно светел, Осыпается Пеплом с колен.